Всем привет! С вами я, Анна Пашкевич, вы на канале Процветок, и в этом видео мы обсуждаем такую тему, как полив томатов, а именно, когда, как и как часто. Хотелось бы начать с того, что томаты относятся к относительно жароустойчивым культурам, которые не нуждаются в постоянном бесконечном поливе. Иными словами, первый и основной признак, который будет указывать на то, что наши томаты уже нуждаются в поливе, это их внешний вид, а именно небольшое припускание листовой поверхности. То есть мы подходим к нашим томатам, и если мы видим, когда у них листья немного опустились, в народе это называют листья опустили уши, то это первый и самый важный знак, что наши томаты уже готовы к тому, чтобы мы их поливали. Второе, на что мы обращаем внимание при поливе томатов, это то, в какое время необходимо это делать. Лучше всего, с моей точки зрения, поливать томаты в первой половине дня, потому что, когда мы будем поливать томаты, например, вечером, корневая система часть воды будет всасывать, а часть воды будет испаряться. И, соответственно, вот этот вот конденсат, он будет подниматься и оседать на нижнюю листовую поверхность. Впоследствии это, возможно, приведет к развитию тех или иных грибных заболеваний. Поэтому я считаю и рекомендую в этом видео поливать томаты в первой половине дня для того, чтобы и корневая система впитала необходимое количество влаги, и лишняя влага испарилась, и листовая поверхность нижняя также смогла спокойно проветриться, и весь конденсат, который на нее, возможно, осядет, чтобы он испарился. Третье, на что мы обращаем внимание, это то количество воды, которое необходимо нашим растениям. Конечно, и условия почвы, а именно состав почвы, влагоудерживающая способность почвы будет определять в первую очередь то, сколько мы будем вносить влаги под томаты. В том числе, то количество влаги, которое нам необходимо внести под кусты томатов, будет определяться и погодными условиями. Если, например, мы будем говорить про погодные условия текущего года, то и у вас, как и у нас, очень активное солнце, больше месяца нету дождей, соответственно, очень интенсивное испарение. И, соответственно, мы будем поливать томаты чаще, чем мы бы их делали, например, в более дождливую, прохладную погоду. Но одно могу вам сказать точно, что приблизительный объем, который необходимо выливать под каждое растение, особенно на стадии ботанизации, на стадии формирования плодов, это от 3 до 5 литров. Опять же, смотрите на свои условия, но ориентируйтесь на эту среднюю цифру. Также не забываем, что томаты не любят переувлажнение. Корневая система томатов, как и любых овощных культур, нуждается в кислороде. Поэтому обязательно контролируем тот объем влаги, который мы вносим под кусты. Ни в коем случае не разводим болото для того, чтобы однозначно ориентировать наши растения не на выживание, а на формирование хорошего урожая. Хотелось бы немного сказать еще по температуре воды, которую мы вносим под кусты томата. Все также будет определяться теми погодными условиями, в которых растут наши растения. Поскольку корневая система адаптируется к условиям почвы, чем выше температура в почве, тем, соответственно, и выше температура той воды, которой мы будем поливать томаты, должна быть. Потому что, когда у нас корневая система перегрета, а мы, например, вносим воду сразу из колодца или из какой-то водонапорной системы, и она ледяная, то у растения случается шок, у него случается стресс, вырабатываются определенные белки. И таким образом могут развиваться любые заболевания, понижаться иммунитет и, соответственно, снижаться урожай. Но и очень горячую воду, которая стоит и нагревается на протяжении всего дня, также использовать не следует. Поэтому я рекомендую оптимальную температуру воды 25-35 градусов для полива наших томатов. И последняя рекомендация данного видео касается того, как мы можем нашим растениям, а именно нашим томатам, помочь претерпевать любые стрессовые условия, например, как в данном случае повышенную температуру влажности и высокую сухость воздуха. Мы можем наши растения вместе с поливом поддержать внесение в прикорневую, в корнеобитаемую зону тех полезных микроорганизмов, которые будут способствовать и повышению иммунитета, и лучшему усваиванию микроэлементов, которые находятся в почве корневой системы наших растений. И таким образом наши растения, томаты будут лучше противостоять и стрессовым условиям, и возможным будущим заболеваниям и вредителям, и, конечно же, будут показывать соответствующий урожай. Например, в этом сезоне в тепличных посадках я буду использовать мультибактериальный комплекс от фирмы Profit «Почвоулучшитель Аква». Мультибактериальный комплекс будет способствовать противостоянию наших растений стрессу, а также будет увеличивать усвоение азота, фосфора и других питательных компонентов из почвы корневой системы, и таким образом будет выше урожай. Разводить этот концентрат мы будем просто 100 миллилитров на 10 литров воды, и под каждый куст будем вносить около полулитра данного раствора. Просмотрев это видео, вы наверняка поняли, что не существует какой-то универсальной стандартной схемы по поливу томатов, но наверняка вы сняли все вопросы, которые касаются полива томатов. Оставайтесь на канале Процветок, всего вам хорошего, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»